Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас снова на канале выставки «Хит Электро». Я напоминаю, что выставка очень скоро, регистрация уже идёт полным ходом, поэтому, пожалуйста, не забудьте зарегистрироваться, ну и подписаться на наш канал. Также не забудьте поставить лайк этому видео. Ну вот я представляю нашего гостя. Владислав Каченко, генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте, Дарья! Владислав сам по себе и его ассоциации являются очень активными участниками рынка. Они постоянно продвигают различные инновации, различные нововведения, в том числе на государственном уровне, и пытаются как-то улучшить ситуацию и среди трубопроводных систем, и среди использования полимеров для этих систем. Я думаю, что дальше Владислав более подробно расскажет в своей презентации о состоянии рынка и о том, почему мнению Владислава можно и нужно доверять. Меня зовут Владислав Каченко, генеральный директор Ассоциации трубопроводных систем. Также большое количество разных направлений общественной деятельности. Это Общественный совет Росстандарта, Общественные советы Росаккредитации, Минстроя. В них участвую. Планируем участвовать и в других общественных советах, других ФАИВов. Сегодня мы более предметно и гораздо более коротко поговорим о рынке полимерного сырья для полимерных труб. И, соответственно, понятно, что про полимерные трубы мы говорили довольно много в прошлом выступлении. Почему мы об этом все еще и продолжаем, мне кажется, иметь право говорить? Потому что у нас, видите, доля рынка полимерных труб ассоциаций снаружи, это существенно больше 80%, во внутридомовых больше 51%. И последние два самых крупных участника тоже подключаются в ассоциацию. Я думаю, что в ближайшее время эти показатели близки будут уже. Соответственно, вот эти наши замечательные участники. Большинство из них больше 50 производителей полимерных труб, полимерных изделий. И совсем коротко последнее, зачем была создана ассоциация. Цели у нее наиболее, мне кажется, благовидные. Это рост обеспечения населения Российской Федерации и Евразийского Союза качественными, безопасными коммунальными услугами и снижение степени реального износа трубопроводных систем с помощью применения современных высокоэффективных материалов и технологий, коими, конечно, безусловно, являются полимерные материалы и технологии. Как мы уже помним, проблематика в нашей отрасли тоже есть. Она как раз связана в том числе с экологической условно-повесткой. Она идет в противофазе экологии, в том плане, что мы боремся с вторичным применением полимеров, но не просто так оголтело, а именно с нецелевым вторичным применением полимеров. То есть целевое применение мы всячески приветствуем. А вот нецелевое мы всячески отрицаем. И вот именно вторичное сырье без разбора, без присуждения ему четкого механического статуса гранулята с его определенными характеристиками, без выполнения сниженно-эпидемиологических показателей, мы всячески не приветствуем, потому что это вредит как экономике страны, так и безопасности жизни, здоровью населения. Потому что там огромное количество превышений предельно допустимых концентраций фенолов, тулуолов, радиаций, чего только нету. Конечно же, в напорных питьевых трубопроводах мы этого всячески не приемлемо. Также есть такое явление, как производство труб из первичного, то есть все здорово, первичное, не вторичное, но нетрубное полимеры, то есть в нашем случае полиэтилен. И что это такое на практике? Это обычное наше, что мы в быту видим, полиэтиленовое, это бутылки, это пленки, упаковка и прочее. Это все собирается и даже неплохо собирается. Или просто сырье для этого производится, для этих целей. Оно стоит дешевле, чем трубное сырье, об этом я сегодня тоже покажу, расскажу почему. И применяется также, вот слева мы видим, первичные белые гранулы, совсем еще не окрашенные, ничем не испорченные, но они вредны для производства напорных труб. Здесь слева мы видим, что такие производители имеют до около 25% маржинальности. Это как раз разница между первичным трубным и первичным нетрубным сырьем. А с вторичным сырьем там от 100% и выше, в зависимости от того, какого качества эта вторичка, сколько сил у нее было потрачено, в какой период времени. Итак, вот, чтобы понять вообще многообразие различных трубных марок, мы, соответственно, ну такую сделали табличку, отечественные производители, да, то есть где мы видим Казанеров Синтез, который недавно был объединен, Таиф с Сибуром, о чем мы тоже немножко поговорим. Лукойл, конечно же, Нижний Камс нефтехим, который также был включен в Сибур, объединен с Сибуром и включен в него, да, по сути. И Газпром, то есть, ну, по сути, есть три сейчас игрока рынка. Это Газпром, Сибур, Лукойл, да, основные в части полимеров, полимерного сырья. Есть международные концерны, большие, сильные, Саккар, это Азербайджан, Вариалис, Лиана Базель, Сабик, корейские, Корея Петр, Чемикл, да, тайские СИДЖИ, ну, и ряд других, да, ИНЕОС, есть другие, там, китайские концерны, о которых мы тоже немножко сегодня поговорим. И в целом вот это все трубные марки. Вот когда мы видим такие непонятные нам аббревиатуры, 2НТ-11-9, СНОЛЕН-ЕР-028-51Н, это все очень-очень понятные, да, то есть трубные марки, это называется марка сырья. Есть еще тип сырья, и многие путают, это полиэтилен-100, полиэтилен-80, полипропилен, там, различных тоже типов. Вот это же все-таки марки, путать этого не нужно. А вот те самые марки, и примерно мы понимать должны, да, что из чего, для чего это нужно. Вот такие марки, они производятся до производства пленок, да, то есть вот эти марки сырья, это для выдува, вот этих бутылок, тар, канистр, да, которые мы также с вами прекрасно применяем в нашем быту. Это замечательные продукты, только сырье не назначается для производства напорных труб, да, то есть абсолютное большинство, конечно, труб, которых мы производим, применяем в стране, это напорные трубы, именно в массовом, да, таком эквиваленте. И в весовом эквиваленте. Вторичный полиэтилен, ну, тут понятно, тут уже не до марок, да, то есть понятно там, что собрали, то собрали. Я говорил, что регрануляту, конечно же, надо, и вот на конференции говорил, что, конечно же, надо определенные требования прописывать, публичные требования, стандартизировать их на уровне хотя бы национальных, а лучше межгосударственных стандартов, то есть ГОСТов, да, то есть и тогда мы могли бы их четко классифицировать и уже двигаться в том направлении, как это принято во всем передовом мире, какого количества, какого регранулята можно добавлять в продукцию без снижения и ухудшения ее потребительских характеристик, да, вот это очень важно, то есть надо умно подходить к такому движению как-то там экологизм, где там действительно лучше называть это, мне кажется, что защита окружающей среды, да, вот это все-таки конечная цель наша. Для того, чтобы не потеряться во всем этом многообразии трубных марок и нетрубных марок, мы, соответственно, по просьбе наших членов ассоциации создали и продолжаем его ввести постоянно реестр трубных марок полимеров. Там, если вы пройдете по QR-коду или зайдете на сайт, я вам покажу чуть попозже, да, ну или, может быть, сейчас даже покажу, мы сможем с вами легко понять, как им пользуются. Давайте лучше сразу я их покажу вам. Вот мы заходим на сайт ассоциации, мы заходим в реестры, и тут есть реестр трубных марок. Если мы по нему провалимся, да, то есть то мы увидим те самые марки, Бореали, с которых я говорил, Леонабазель, Сабик, Чемикл, Сакар, Сивур, да, то есть все их основные характеристики, такую сводную таблицу мы специально сделали для того, чтобы можно было сравнивать, да, то есть, а также, соответственно, почему мы даем ему зеленый свет, да, почему зеленый свет появился, да, потому что у него есть подтверждение так называемой прохождения статуса классификации трубные, то есть берется 100 образцов, труб 32-го диаметра ставится на 100 подключений, даются давление, температура, и с разной скоростью они тихонечку выходят из строя, когда они, вот как принято в научном, в данном случае в эмпирическом значении, но сначала в теоретическом, они попадают в определенную зависимость по выпадению из строя, тут логарифмическая как раз линейка по временам, да, то есть примерно 10 тысяч часов, это один год, и со 90-80, мы видим, что это сырье, вот с этих 100 образцов, они лопнули в определенный период времени, положенный им, и сырье является трубным, то есть вот когда-то это есть, соответственно, вот эти все испытания, 32-й диаметр, да, все проведено, черное сырье, то можно смело говорить, что сырье будет сближать 50-100 лет, в зависимости от того, какие испытания оно прошло. И именно из-за этого, потому что сырье именно таким синтезируется сложным способом, проходят такие длительные испытания, дорогостоящие испытания, оно и стоит, себестоимость его больше примерно на 20-25%, то есть никаких чудес в данном случае нет. Это все абсолютно логично, и вот тут как раз и не надо путаться. Ну, как я уже сказал, да, то есть вот эти крупнейшие игроки, не так уж и много игроков в мире по производству полимеров для производства сырья, да, то есть полимеров для производства труб, в данном случае это топ производителей, понятно, Синопек, это мощнейший китайский производитель, который буквально за последние несколько лет нас очень сильно нарастил своей мощности, Сибур, да, то есть понятно, Эксен Мобил, ну все, Саудиорамка, Доу Чемикал, все очень такие на слуху производители, не так чтобы там такая прям большая конкуренция и тысячи-тысячи производителей есть в мире. Нет, это очень-очень дорогостоящие производства, где-то в целом один завод может стоить примерно 10 тысяч долларов. И, конечно же, далеко не все могут себе позволить такое производство, ну и, соответственно, конкуренция там соответствующая, такая общемировая, да, между производителями. Значит, что мы наблюдали все предыдущие, ну вот последние три года, да, о чем мы все время говорили? Мы все говорили о том, что в рамках сначала постковидного снятия ограничений по производству, по применению, да, там различных продукций, то есть началась, запустилась стройка мощная, да, то есть были просто ограничения на строительство, потому что все помним, да, то есть никуда двинуться нельзя было. Потом, соответственно, экономика начала разгоняться, и на этом пике, да, все производители сырья, да, сырья, то есть в первую очередь сырья, они, конечно же, почувствуют, что надо как-то компенсировать упущенную выгоду там, да, то есть они во всем мире, почти во всем мире, там, где регуляторика приветствуется такого свободного рынка, где сам рынок должен себя регулировать, во всем мире, в Европе, в США, вот в этом, в первую очередь, в мире стартануло вверх, ну и за ними устремились наши производители тоже сырья, не только полимеров, конечно же, если мы помним прекрасно, что были скандалы с металлургами, которые тоже взвинтили серьезнейшим образом цены, пользуясь тем, что мировая конъюнктура такая, да, то есть нету требований двигаться от себестоимости плюс необходимая маржинальность, да, то есть двигается, все идет не от ценообразования, да, то есть идет продукция не от принципа себестоимость плюс что-то, да, то есть прибавочный продукт, как называлось в системе, ну там, марксизма, да, то есть двигалось все от того, что именно спрос должен диктовать предложение, то есть поскольку спрос был бешеный, то и цены также взвинтились наверх, это было не везде, надо сказать, что мы делали сравнение с китайским рынком, с рынком других азиатских стран и турецким рынком, например, да, то есть восточный, и там таких, так называемых Гималай, как мы их называем, их не было, но для того, чтобы, поскольку скандалы были везде, в лесе, в металле, в древесине, в металле, в полимерах, в ряде других сырьевых продуктов, были поручения Андрея Ремыча Белоусова, мицепремьера правительства Российской Федерации, на как-то организовать мониторинг цен на изделия, а в нашем, на сырье в данном случае, и в нашем случае, в чем вот прелесть, да, то есть динамика цен на трубу даже, да, она у нас очень близко, она будет всегда коррелироваться со сдвигом 1, 2, 3 месяца, в зависимости от того, кто сколько сырья купит на склад и по какой цене, с динамикой стоимости сырья, потому что себестоимость трубы и стоимость трубы, она на 80% состоит из стоимости сырья, то есть все остальное, это вот как раз доставка логистика, там, производство, сама переработка, испытания какие-то, да, то есть входные-выходные, как я сказал уже, там, сбыт, да, то есть налоги, это вот все в рамках 20, там, 25-30 максимум процентов от стоимости сырья, потому что конкуренция как раз на рынке труб, она очень сильно имеет место быть, она серьезная, то есть там 200-300 производителей труб в разных сегментах существует, внутридомовых, там, наружных побольше, внутридомовых поменьше, но, тем не менее, там серьезнейшая конкуренция, и там, если кто-то пытается поднять цены, монопольно, условно, ну, не монопольно, потому что у него нет никакого демирующего положения, конечно же, он поднимает цену, ну, и все идут к его конкурентам, потому что там можно на 2-3 рубля за килограмм или там за метр купить дешевле, поэтому, конечно же, а в сырье еще не так, в сырье, там есть компании с доминирующим положением на рынке, и, конечно же, они диктуют уже цену, свою волю переработчикам, ну, то есть, вот, как, соответственно, что мы сделали, мы начали мониторинг за последние 3 года, видите, с января 2020, то есть, как цена двигалась, 90 рублей за килограмм, по разным абсолютно маркам, по полиэтиленам, полипропиленам, полиминфлоридам, нужно отметить, что только трубным, мы брали основные трубные марки, вот, и вот мы видим, что все взлетело, конечно же, все взлетело на уровне, там, 150-160 рублей за килограмм, с уровня, там, 80, да, там, почти рублей за килограмм, то есть, это два раза, ровно два раза, да, там, и, соответственно, трубы также подскочили, начался вой, как же так, потребитель стонет, а деваться-то, ну, некуда, то есть, как мы говорим, что, ну, будет цена сырья стоить, там, 30 рублей за килограмм, там, труба будет стоить 40, там, 40, чем-то, да, рублей за килограмм, то есть, а если она будет стоить 160, то она, соответственно, все очень логично. Даже на сайте мы у себя разместили и в Telegram-боте калькулятор, который позволяет вообще считать вероятность поставки фальсифицированной продукции, то именно исходя из этого критерия, вот сколько стоит сырье примерно, или стоило месяц назад, когда его могли купить, да, там, если, например, оно поднялось, то, значит, можно сопоставить, сколько будет стоить готовый продукт, и если мы видим, что готовый продукт ниже, то, значит, очень вероятно ниже стоимости сырья, или, так сказать, измеримая стоимость сырья, то вероятность поставки фальсификата довольно большая. Ну, вот мы видим, что как раз в марте, буквально сейчас, буквально неделю назад, опять цены поползли вверх. Если мы, да, видим, почти полгода цены держались на уровне, почти зафиксировали плато, да, то есть была такая некая договоренность между регуляторами, между ФАС Российской Федерации, Минпромторг, Минэнерго, производители сырья, производители труб, все понимали, что поднимать цены на сырье, ну, это, как правило, сейчас было бы не совсем корректно. Сейчас цены на сырье начали опять ползти вверх, не знаю, насколько продлится, будет ли этот подъем большим, длинным или нет, но вот такую динамику мы уже видим. То же самое, это то, что я сегодня прям с сайта нашего собрал, да, то есть, соответственно, то же самое мы видим немножко по полипропилену уже пошло, даже чуть большим периодом, особенно напорные трубы до полипропилена попали вверх еще немножко заранее. Производители сырья прощупывают, а можно ли поднять цену? Ну, вот сейчас или будут окрики, или не будет, зависит, соответственно, уже от самого правительства, тех, кто должен осуществлять какой-то мониторинг. Мы слышали, недавно уже высказался Рикон Варыч Файзурин, министр строительства, что направил обращение в антипанапольную службу Российской Федерации. Соответственно, посмотреть, что у нас со стоимостью сырья. Ну, надо понимать, что вот это по полипропилену, тут вообще цены в какой-то момент около 200 почти рублей за килограмм, да, то есть и по ПВХ это просто фантастика. Вот ПВХ это было, ну, то есть вы понимаете, стоимость была 70 рублей килограмм, а стала 190 рублей килограмм, потому что было близко к 200 почти, да, потому что тут 200 почти было достигнут максимально, да, 202, 215, 10. Но, чтобы вы понимали, у нас вроде бы 4 конкурирующих производителя примерно одной и той же марки поливинилфлорида. И вроде бы как они, ну, должны же конкурировать между собой, но они говорят, что мы еще между собой и миром должны конкурировать, а в мире цены еще больше. Ну, таким образом, когда поднялась цена в 3 раза, более чем в 3 раза, ну, не более, в 3 раза на поливинилфлорид, конечно же, упали, логично упали продажи конечных изделий из поливинилфлорида, да, то есть сейчас вот как раз мы имеем этот, ну, эти последствия, что ПВХ становится, ну, говорят, а почему ПВХ в трубах стало меньше? Ну, когда у вас полиэтиленовая труба стоит, которая раньше всегда стоила дешевле, дороже всегда поливинилфлоридная, а стала стоить дешевле в конечном счете, ну, конечно же, потребитель делает в пользу полиэтиленовый, ровно по одной в том числе причине, потому что там, ну, там где-то привычнее она больше производителей, но она еще там более ударопрочная, да, то есть поливинилфлорид все-таки более, ну, к сожалению, не такой стойкий к ударам, да, то есть он при ударах, особенно на холоде, хрупчивание у него происходит совсем при других температурах. При полиэтилене это минус где-то 60, минус 70, у поливинилфлориды, у него хлориды, там при нуле очень серьезные хрупчивания может возникнуть. Поэтому как раз в теплых странах больше применяют ПВХ, прекрасный материал, а в холодных странах больше полипропиленов, полиэтиленов, полиэтиленов больше. А что мы наблюдали тоже сейчас за последнее время? Тут я, это данные таможенных органов, посмотрите, по какой стоимости, какое количество сырья было продано за границу, да, то есть, что поставляют наши любимые производители сырья себе, своим любимым потребителям в Россию, а по каким ценам они поставляют за границу. Ну, видно, что вот с полиэтиленов на свой собственный рынок поставлялись продукции дороже, чем она же, та же самая продукция, реализовывалась за рубеж. Таким образом, были получены сверхдоходы самих производителей сырья. Ну, то есть, это таким образом идет перераспределение маржинальности между производителями сырья и производителями готовой продукции. Тем самым, оно часто загоняет переработчиков в сложные условия для развития. И, конечно, уже тут не возникает вопросов, а как нам экспортировать товары более высоких переделов. Ну, никак их невозможно экспортировать, потому что на ту же самую Турцию или Китай тот же производитель полиэтилена, полипропилена поставил сырье ниже, чем собственную переработчику. А тебе надо еще переработанный продукт, который по-логистически просто, он всегда в данном случае с трубами, он больше, чем по объемам, по размерам, чем транспортирование крошки. То есть, соответственно, его транспортировка, логистика больше стоит стоимости. Ты никогда не сможешь конкурировать с производителями этих стран за рынки их внутренней и за рынки смежных наших странах, где нет ни производителей, может быть, сырья, ни производителей труб достаточного количества. Ну, вот, соответственно, сверхдоходы по ПВХ у нас вот такие. По натуральному ПНД, это белый ПНД, мы наблюдали, по сентябре все заварировали, чтобы никто никого не обижался, кого мы брали, кого расчет брали. То есть, это примерно общая тенденция, которая присуща любому производителю сырья. Не нужно думать, что мы кого-то одного описываем. Как я сказал, у нас там несколько производителей, все примерно одинаково работают, потому что таковы правила работы на рынке. Вот если рынок не регулируется или недостаточным образом регулируется, значит, будет работа такая. Значит, в целом это выгодно кому-то, кому-то это невыгодно. Значит, государство считает, что такая постановка, как сейчас, это хорошо и правильно. Наверное, государство виднее. Черный полиэтилен, соответственно, как транспортировался. Полипропилен, смотрите, какие сверхдоходы замечательные. То есть, гомо-полипропилен 51 миллиард рублей сверхдоходов, чем не праздник. То есть, вот этот пик как раз был получен. Да, сейчас они не такие большие, особенно когда цены устаканились. И дальше, может быть, даже, может быть, ну, я говорю, мы не считали, просто нет смысла. То есть, мы посчитали самые пиковые вещи, поняли, что такая систематика существует, что ее можно доказать. И если бы у Минэнерго, ФАС Российской Федерации, правительство Российской Федерации была волей и желание, они бы это сделали без особых проблем. Видимой воли и желания на текущий момент нет. Ну, нет, кто мы такие, чтобы указывать им, как надо действовать. Полипропилен, соответственно, рандом, да, то есть, это для безнапорных трубок-труп, да. То есть, и что у нас еще происходит, о чем я тоже говорил на конференции, о чем мы уже многократно говорим. В январе 2022 года нам подарок принес нам Дед Мороз в виде так называемой антидемпинговой, временной антидемпинговой пошлины в отношении первичного полиэтилена высокой плотности, происходящего из Республики Узбекистана, ввозимого на территорию Евразийского экономического союза. То есть, весь полиэтилен плотности 0,94 грамма на сантиметр кубический и выше, который происходит из Республики Узбекистан, облагается отдельной дополнительной антидемпинговой пошлиной, чтобы вот эти производители Узбекистана, которые там построили наконец-то тоже завод, не очень демпинговали рынок Евросийского союза, то есть, рынок Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении, где нет производства полиэтилена, конечно, Белоруссии тоже нет производства полиэтиленов, насколько я помню, таких трубных, да, то есть, как минимум, да и нетрубных, по-моему, тоже в Казахстане только строятся. А значит, это, в общем, в основном против рынка Российской Федерации, да, то есть, рынок Российской Федерации себя там оградил вот так, да, 20% сверх, соответственно, 20% сверх стандартной ставки, 6,5% на сырье. Таким образом, 26,8% это вот пошлина на узбекское сырье, чуть больше, ну, там тоже определенные правила есть, свыше определенной квоты, определенное количество квоты можно завести этого сырья из Республики Узбекистан, а выше не, не торгуйте на другие рынки. Ну, так вот работает международная торговля, такие правила она восстанавливает. Но как стала реализовываться эта инициатива? Стала она реализовываться так, что вроде бы в Республике Узбекистан нету ничего, никакого трубного сырья, от слова совсем нету. То есть, у них как раз то самое выдувное пленочное сырье, оно-то и есть, и все, другого-то нет. А тем не менее, поскольку вот таможенный код звучит только так, и никакого другого размежевания нету, то трубы с ее сшитой полиэтилен, стойки к температурам, стойки к растрескиваниям, ПС-100 плюс и обычный саженополненный из ПС-100, они все подпадают под признак вес 94 грамма сантиметров кубический, имеющим происхождение из Узбекистана, то есть признается, как будто оно все из Узбекистана, если не доказано иное. А доказывается эта процедура только одним способом, подтверждением сертификата о происхождении товара, то есть предоставление сертификата о происхождении товара, который получается только у уполномоченного государственного органа в этой стране. То есть, если в Южной Корее, в Германии, в Швейцарии, в Швеции, я не знаю, еще в разных других странах ты скажешь, слушайте, мне тут надо сырье купить, дайте только сертификат, что это ваше сырье конкретно швейцарское или шведское, не знаю, то они скажут, дружище, а зачем тебе это, ведь такое спрашивают только в одной стране мира, в Российской Федерации, поэтому не в Российскую Федерацию случайно собираешься поставлять сырье? Он говорит, нет, нет, упаси Божий, конечно, не в Российскую Федерацию, тогда тебе не нужен сертификат происхождения. Ну и, в общем, таким образом, вот это все сырье приходится, если не получил каким-то способом сертификат происхождения, то приходится доплачивать за него. Таким образом создается дополнительная защита. Вроде бы защищались от узбекского сырья, а защищаемся, на самом деле, от всех остальных видов и других стран сырья полиэтиленов. То есть, декларация происхождения, то есть, когда ты говоришь не сертификат у полновочного, я декларирую сам, что это не узбекский зуб, даю не узбекское сырье, можно такое проводить товар, но при поставках меньше полутора тысяч евро. Конечно, это не то, что не фура, это даже не большой пикап какой-то сырья, конечно же, ничего такое не возится. Поэтому получается, что сама процедура, она вот таким образом была выстроена, и фактически на таможне, как мы говорим, приходится доказывать, что ты не верблюд, что сырье не из Узбекистана, и проще заплатить пошли, как-то еще решить вопрос, чтобы все-таки провести этот товар, на данном случае провести сырье. Поэтому, конечно, мы считаем, что данная инициатива, она вредна, о чем мы неоднократно писали в Евразийскую комиссию, о чем мы писали в Минпромторг Российской Федерации, в Минэкономразвитие Российской Федерации, и продолжим об этом писать. Пока нас не услышат. Ну или будут производители, переработчики сырья, производители трубным, переплачиваются конечные изделия, и вкладывать эту переплату для наших потребителей. Итак, размер беды все время спрашивают, расчеты, сколько. Ну вот тут мы тоже посмотрели по таможенным данным, сколько было завезено того или иного полиэтилена, сшитый полиэтилен, и пошлины, которые были в связи с этим, уплачены, реальные пошлины, в 20,3% разницы. Общая сумма на 1 миллиард 710 тысяч евро. Все считается в евро, насколько я помню. Извините, я могу ошибаться, прошу прощения. Нет, 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 это рубли. Это рубли. А нет. Да, да, курс евро, но мы пересчитывали в рубли. Все правильно. Да, я просто тут убрал там огромное количество доказательной базы, просто тут все под каждым из этих список. Каждый месяц сколько было завезено. Тут рублевый эквивалент, конечно же. Ну вот 1 миллиард 710 тысяч, 710 миллионов рублей. Вроде бы, ну, неприятная сумма, большая сумма, несмертельная сумма, но большая такая, очень неприятная. Но это значит, что многое же сырья и просто не везется. Тут мультипликативный косвенный эффект. Когда люди понимают, что придется это все заплатить еще 20%, проще купить у отечественного производителя. Мы же тут еще и про саженополненные говорим. То есть вот 1 миллион 300. То есть это дополнительная защита внутреннего рынка создается таким образом. Поэтому нам кажется, что отечественные производители от этого получают дополнительные сверхдоходы. Это их некий интерес. Что мы еще делаем? Мы продолжаем цифровизовываться, как я уже говорил. И все, что я говорил, то, что можно найти у нас на сайте, можно же у нас найти и в Telegram-боте, скачать там реестр трубных марок сырья, посмотреть и стоимость трубных марок сырья, динамику, задать вопрос, посчитать по калькулятору вероятность поставки фальсифицированной продукции. То есть вот это все мы, можно делать и теперь в телефоне в полях. В целом я вот совсем коротко попытался поговорить. Я, конечно же, да, мы предлагаем, всегда предлагаем, или сейчас предлагаем, антимонопольные службы заниматься своей работой. Минэнерго, которая создала два года назад рабочую группу по регулированию цен в полимерах, которая заседала ровно один раз, а после того, как мы предоставили подобную же примерно презентацию, мало того, что презентация не попала в протоколы, в принципе выступление как будто бы не было проведено, доклад не был представлен, хотя мы докладывали с презентацией, больше рабочая группа преминэнерго не заседала. Хотелось бы закончить тем, что пока мы просто будем на словах, как экономисты, как вот просто Кудрин об этом говорил, да много кто говорил, вот не посмотришь какой-нибудь веб на сайте веба, на десятках разных агентств и стратегических инициатив, в связи с тем написано про то, что нам надо стимулировать конечные переделы, высоко, как бы, с высоким потенциалом, инновационную продукцию, она вся во конечных переделах. Понимаете, то, что мы из газа, из жиженного газа, там, нафты научились делать полимеры, это правда очень хорошо, это здорово, это высочайшие тоже технологии, но после них существует еще компондирование, композиционное производство, а после этого композиционного электрома, из него из первичных марок, делают однослойные, многослойные, десятислойные конструкции и различные материалы сложнейшие. И вот если конкурировать этими более сложными продуктами на мировых рынках, то маржинальность и добавленная стоимость, то есть она остается в Российской Федерации. Если мы перестали в таком количестве торговать газом и нефтью и стали торговать больше вторым переделом, это тоже хорошо, чем только бы торговать первым переделом. Но стоит не просто задуматься, говорить, а применять уже необходимые меры для того, чтобы переходить на продажу, на реализацию торговли, конкуренцию на мировых рынках третьего, четвертого, пятого, шестого переделами, когда у нас продукция становится совсем намного более наукоемкой. Вот, например, трубы там возили долгое время, так называемые, там у нас восемь или девять, девятислойные конструкции, когда там и сшитый полиэтилен, и армированный кевларом, и куча разных присадок, и пенополиуретан спененный, и еще верхний слой, то есть защищенный, и слой для того, чтобы не транспортировать, там, так называемый, кислород внутрь трубы, то есть, в простонародье он ЭВОХ называется, но ЭВОХ, то есть, и на самом деле, вот именно этими технологиями и надо было бы конкурировать. В связи с этим мы считаем, что, конечно же, нужно не только говорить на площадках Внешэкономбанка и других агентств и стратегических инициатив, я вот постарался тут забить в поиске, то есть, переделы, работа, продажа продукции, реализация продукции более высоких переделов, развитие продукции высоких переделов. Вот куча экономистов об этом говорят, от левых до правых, условно говоря, и центральные тоже, то есть, об этом сходятся, в общем-то, все на этой идее, но ее же надо выполнить, эту задачу, то есть, для этого необходимо не просто декларировать ее на уровне каких-то конференций, обсуждения, но и вносить в конкретные документы. Я вот не раз предлагал в федеральный национальный проект экспорты, кооперации и экспорт включить конкретные, поменять KPI, так называемые целевые показатели, и там же есть задача, сколько миллиардов долларов продукции каждую продать на экспорт. То есть, сырье не включать в этот показатель, полимерное сырье, потому что оно считается тоже продуктом более высокого передела, чем газ жидкий. Это правда, это правда хорошо, ну правда, вопросов нет, но таким образом до ней и останавливается вся добавленная стоимость в Российской Федерации. Заниматься вот этими другими более сложными продуктами, это прям гораздо более сложно, да, и конкурировать на экспорте гораздо более сложно. Я понимаю, что это такие, знаете, то, что я сейчас говорю, это такая немножко провокационная идея, потому что я, как говорю, я не уверен, что если бы мне сейчас сказали, так, ну ты молодец, вот ты садись и ты рули, и я бы все этого достигнул, совсем не уверен. Но то, что это надо держать в глазе, этим надо руководствоваться в поручениях правительства, в поручениях президента, в дорожных картах, а дальше из распоряжений правительства и всего остального переходить в федеральные законы, в постановления правительства, в налаживание, мониторинга за деятельностью, исполнение этих поручений и федеральных законов, и постановлений. Это, конечно, факт, но реализовывать это прям будет сложно. Это наша задача. Также, мне кажется, найти задачу, наш баланс между, о чем тоже на конференции говорили, очень важная мысль, между все-таки курсом рубля-доллара, курсом рубля-евро, рупи-юаня и все остальное, и тем, какова стоимость этой изделии будет на каждом из наших переделов. Потому что, если на первом переделе сжирается вся прибыль, на втором дожирается остаток, а на третьем, четвертом ничего не остается, то и понятно, что на первом достаточно собрать и наполнить проще, но третий, четвертый, пятый не будут развиваться, будут развиваться вопреки, вместо благодаря. Тогда нужно понимать, что там, во-первых, тоже на этих переделах огромнейшее количество людей. Мы делали анализ, просто по количеству людей. То есть, в производстве сырья, в том числе компаундов, это очень важно, полимерного сырья, у нас 50 тысяч человек задействованы. Ну, плюс их семьи, ну, допустим, благополучные семьи, замечательные, они же большие, там же много маржинальности. Ну, допустим, 200 тысяч человек вместе с семьей. А 250 тысяч человек это только переработчики пластмасс трудятся. Ну, может быть, у них не такие большие семьи, может быть, три человека в семье, или там пять, а здесь четыре, да? Но это все равно 250 умножить на три. Значит, 750 человек будут получать маржинальность, да? То есть, в конечном счете, это все налогоплательщики, в конечном счете, это все домохозяйство. И вот через эту призму по взгляду взглянуть нашим властям, да, на то, как должна регулироваться на каждом переделе маржинальность, и должна ли она регулироваться, да? То есть, ну, сейчас пока считают, что нельзя. Я и сам думаю, что при том подходе, который сейчас, и тех кадрах, которые есть у нас в антимонопольной службе, в ряде органов исполнительной власти, конечно, никакое регулирование не под силу, да? То есть, пока на текущий момент, пока все это не будет сильно хорошо цифровизовано, цифровизации сопротивляется огромное количество людей везде, всегда, не будут сопротивляться, потому что это снижение роли человека, о чем мы тоже говорили. Поэтому, вот, наверное, вот через эту призму и стоит взглянуть по направлению регулирования интересов производителей нефтегаза, нафты, полимеров и конечных изделий из этих полимеров. В заключение хотелось бы сказать, что почему мы так волнуемся за стоимость полимеров, за ценообразование в полимерах, потому что трубы, это, наверное, тот редкий пока сегмент рынка, хотелось бы, чтобы он был нередкий, который растет темпами 30, 30, чуть больше 30, 30 плюс процентов последние уже два года и будет продолжать расти такими же темпами, как я уже говорил, причиной в прошлом ролике, колоссальный износ основных фондов, без которых нам просто не очень хорошо будет жить, мягко говоря. Поэтому будет замена сетей, об этом говорят все, а если это все будет нам не по карману или слишком дорогостоящим для государства, для нас всех, как жителей, то это тоже может влиять и на тарифы, и на все остальное. То есть ценообразование на всех переделах очень важно. Это как цена, это же конечная всегда, то есть оно сходится, ну как это есть такая цитата, что политика это квинтэссенция экономики, концентрированное выражение экономики, а экономика в данном случае это концентрированное выражение техники и технологии. Вот техника и технологии есть, цены должны плясать от техники и технологии, от переделов, от себестоимости, от вот этого всего мне кажется. Потому что когда мы телегу впереди лошади ставим, конечно, возникает ну Ну, не совсем здоровая поездка. Вот, наверное, этим хочется закончить. Спасибо. Спасибо вам большое, Владислав. Ну, достаточно, как всегда, такие компрометирующие у вас высказывания, которые... Композиционные, я рассказал, да-да-да. Композиционные, да, которые, я уверена, вызовут реакцию. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно передам Владиславу ваши вопросы. Ну, что ж, а я прощаюсь с вами. Как всегда, увидимся на Хит Электро.